Девушки отдыхают Приказ УОС о госпитализации больных пульмонологического профиля и больных с респираторно-вирусными заболеваниями был миной замедленного действия, о чем неоднократно сообщалось в УОС. Все наши требования игнорировались. Рестораны кормят безработных, а бутики экипируют врачей. Несмотря на свое бедственное положение, предприниматели в Кыргызстане помогают тем, кому сейчас еще хуже. Что вы будете делать? Куда вы пойдете? На что мне ответили, я все равно пойду искать работу. Я говорю, а как же болезнь? Как же вирус? Она говорит, я лучше умру от вируса, чем буду слышать голодный плач своих детей. Заразившихся нет, но карантин существует. Журналисты узнали, где и как содержатся предполагаемые больные в Туркменистане, стране, где власти коронавирус не признают. В Казахстане вспыхнул скандал вокруг пенсионера, который скончался от коронавируса. Родственники утверждают, что врачи долго отказывались госпитализировать пожилого мужчину и его жену. Когда же пару все-таки поместили в больницу, им якобы не оказывали помощи, даже не кормили. Подробности этой истории узнаем у нашего корреспондента Ернура Дазжанова, который выходит на прямую связь из Нур-Султана. Ернур, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, власти Кастанайской области утверждают, что пожилой человек долго занимался самолечением. И именно это якобы привело к летальному исходу. Кому можно верить в этой ситуации? Фарида, приветствую. Сегодня нам удалось поговорить с пачерицей умершего. Она рассказывает, что супружеская пара проживала в небольшом городе Житикара, это в Кастанайской области. По ее словам, в начале прошлой недели пенсионеры пожаловались на недомогание. К концу недели их состояние серьезно ухудшилось, температура никак не спадала, плюс к тому же началась сильная отдышка. Родственники вызвали скорую, медики приехали, поставили диагноз ОРВИ и всячески отказывались госпитализировать их. Но когда врачам пригрозили жалобой, они все-таки забрали пенсионеров в больницу, они взяли у них анализы и отправили в Нур-Султан, так как в регионе не было тестов на коронавирус. Результаты пришли к концу, результаты, точнее анализов, пришли во вторник после обеда. Тогда и началось все самое страшное. Пенсионеров заперли в палате, их не выпускали никуда, даже в туалет, даже не кормили ничем. Плюс к тому же медперсонал к ним вообще не заходил. По словам пачерицы, у врачей попросту не было средств индивидуальной защиты, к тому же в регионе отсутствовали специализированные боксы для инфицированных. Что хочется еще сказать. Глубокой ночью все-таки привезли все необходимое, в том числе и аппарат искусственной вентиляции легких. Но было уже слишком поздно, состояние 75-летнего мужчины очень сильно ухудшилось. Сегодня утром он скончался. Что касается женщины, то она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи сейчас борются за ее жизнь. Родственники умершего уверены, если бы ему раньше оказали медицинскую помощь, то он остался бы в живых. Не были готовы, что это гора, готовы не было. Раз они отдаленный район, они думали, может, к ним это не придет. Сколько денег выделяется на вот это все, куда, я не знаю. Раз у них не было, почему они не подошли к ним и не помогли им, потому что у них не было одежды, я так считаю. Не было этого аппарата, поэтому они не побоялись, они побоялись свою жизнь. За границу пенсионеры не выезжали. В последний раз за пределами области они были в начале марта. Тогда супружеская пара посещала Нур-Султан. И как вы, Фарида, сегодня только что сказали, что в управлении здравоохранения Костанайской области заявили, что пенсионеры занимались самолечением и слишком поздно обратились за медицинской помощью. Такие слова чиновников повергли в шок родственников. Они просят Министерство здравоохранения разобраться в ситуации и наказать виновных. Ернур, скажите, пожалуйста, какова общая эпидобстановка в Казахстане? На данный момент зафиксировано 1290 случаев заражения. 16 человек скончались. Лидером по числу инфицированных стал Алматы. Также хочу сообщить, что сегодня Нур-Султан Азарбаев анонсировал вторую волну помощи нуждающимся. По его словам, с 1 мая пострадавшим от чрезвычайного положения будут помогать материально. Правда, первый президент не уточнил, какую сумму именно выделят этим людям и кто именно может рассчитывать на эти деньги. Пандемия коронавируса пройдет и перед нами встанет вопрос, как начать восстанавливать экономику. Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы экономического развития. Думаю, что по мере улучшения обстановки следует давать послабление некоторым видам бизнеса для возобновления деятельности. Ернур, спасибо большое. Я напоминаю, на прямой связи из Нур-Султана был наш корреспондент Ернур Дазжанов. Уволенный главврач центральной больницы Алматы опроверг версию властей о том, что врачи нарушали технику безопасности и им не хватало средств индивидуальной защиты. По словам Алмаза Джувашева, причиной массового заражения персонала стала неготовность всей системы здравоохранения. Больница, по его словам, специализировалась на оказании экстренной помощи, а не на лечении больных с симптомами ОРВИ. В Горздраве утверждают, что главврач ушел с поста, потому что осознал, цитата, свои организационные промахи. Ну а коллектив клиники требует вернуть его обратно. Что именно возмущает медиков, узнал Шалпан Аразбекова. Разбор полетов после ситуации с массовым заражением медиков в центральной городской больнице Алматы произошел минувшей ночью. В результате разразившегося скандала к врачам на карантине даже прибыл вице-министр здравоохранения. Я по поручению министра здравоохранения прибыл сюда, чтобы побеседовать с моими коллегами и понять, разобраться, в чем все-таки причина. После массового заражения медперсонала центральной больнице Алматы весь коллектив поместили на карантин в санатории Кокте. Здесь медики ожидали результаты тестов на коронавирус, но минувшей ночью врачи подняли шум. К тому, по их словам, было несколько причин. Сейчас мы узнаем, что нашего директора, Джувашева Алмаз Булатыча, снимают с должности, хотя тоже вчера был пост, который обращались к министру. Мы писали вся клиника, открытое письмо президенту, что так нельзя поступать с медицинским сообществом. Больше всего медика возмутило то, что врачи с отрицательным тестом хотели поместить в инфекционную больницу, где лечат пациентов от коронавируса. Анализ результата положительный, как они мне говорят, что у меня положительный в начале. Если у меня отрицательный на руках, они доказывают, что положительный, а результата положительный на руках нет. Противились медики действиям чиновников, как выяснилось, не зря. На самом деле, тест, заведующий отделением гинекологии, оказался отрицательным. Руководству Горздрава пришлось признать свою ошибку. Об этом глава организации рассказал во время ночной встречи с участием вице-министра. Произошла такая досадная ошибка. Фамилии и имена наших медиков были одинаковые. Начинается фамилия на А и начинается имя на Г. Вместе одной, у кого есть положительные результаты теста на COVID-19, отправили наши коллеги сюда. Поэтому мы приносим глубочайшие извинения. Тем временем уже бывший главврач Алматинской больницы выдвинул версии своего увольнения. На своей странице в Фейсбуке он отметил, что никакой недостачи средств персональной защиты в больнице никогда не было. В связи со сложившейся ситуацией, посоветовавшись с семьей и близкими, я вынужден был принять решение уволиться по собственному желанию, чтобы не подвергать давлению сотрудников больницы. Думаю, такое решение удовлетворит всех. Пока же обязанности руководителя больницы будет временно исполнять врач Марат Абдулаев. Коллектив клиники требует вернуть уволенного начальника. Напомню, скандал вокруг центральной больницы номер 12 разразился после массового заражения медиков. На сегодняшний день коронавирусом заразились 182 сотрудника. Шелпан Рузбекова, Павел Энгельгард, Настоящее время Азия, Казахстан, Алматы. Сегодня в Москве начал действовать пропускной режим. Он привел к пробкам на въезде в город и к коллапсу в метро. Из-за проверки документов там образовались гигантские очереди. О том, как москвичи сегодня добирались на работу, вернее пытались добраться на работу, расскажет наш корреспондент Тимофей Рожанский. Система цифровых пропусков. К сегодняшнему дню электронные пропуска получили не меньше двух миллионов жителей. Сначала полицейские проверяли абсолютно каждого пассажира. Затем, через 2-3 часа, когда очередь стала видна даже из мэрии, указания для полиции немного изменились. В рацию объявили полицейским, что выборочно можно теперь проверять пропуска. И как бы дальше весь народ пустили. Побежала толпа, потому что боялись, что снова закроют. И непосредственно все ринулись в первый вагон. Я потом из этого вагона выбежала, перешла в четвертый хотя бы приблизительно, чтобы там было меньшее количество людей. По громкой связи раздавались рекомендации соблюдать дистанцию и заботиться о своем здоровье. Пассажиры нервничали. Многие стояли в очереди больше часа. На работу сегодня опоздали очень многие. В твиттере мэра Москвы уже читали, что все знают и обязательно проблемы устранят. Собянин пообещал, что пропускную систему организуют так, чтобы очередей не было. Но как именно, не уточнил. То, что сегодня произошло, это просто какой-то удар под дых, по-моему, всем. Потому что большего подарка в кавычках трудно было себе представить. То есть мы теперь, по-видимому, должны где-то через неделю, дней через десять ждать такого изрядного скачка зараженных и госпитализированных. Потому что так одномоментно создать вот такое скопление людей, это надо было в нынешней ситуации постараться. Просто вот осталось поздравить московские власти с таким успехом. На въезде в Москву стоят камеры, гаишники. Проверяли и всех водителей на въезде в город. Пробки растянулись на много километров на всех крупных шоссе в сторону центра. Большинство водителей уже о пропусках знают. Они их оформили и ждали своей очереди, чтобы предъявить. А кто-то не оформил и не собирался. Вот мы стоим более двух часов. Все сотрудники полиции бездействуют. Нарушая закон о полиции, кодекс административного правонарушения, конституцию. То есть ничего не работает. Вообще ничего. То есть есть указ мэра. Ну, они ему подчиняются на 300%. Следующее будет. Мэр скажет, что все должны голые ездить. Тогда я извиняюсь. Вот это что? Может быть, это фикция? В Кремле сообщили, что причиной сегодняшних пробок и очередей стала слабая дисциплина городских структур. Но напомнили, что и пропускная система стала ответом на слабую дисциплину граждан. Управление мусульман Узбекистана в преддверии месяца Рамадан приняло решение отменить коллективные разговения ифтары и не проводить намазы в мечетях. В этом местные богословы единодушны с коллегами из Казахстана и Кыргызстана, где сложилась похожая эпидситуация. В Узбекистане заявили, что изучили меры, принятые в Египте, Саудовской Аравии и Турции, а также в российском регионе Республики Татарстан. Там также введены аналогичные ограничения. В мечетях не будут совершаться тарових намазы и коллективные ифтары. Богословы призвали совершать эти религиозные обряды дома строго в кругу семьи. В течение всего месяца поста Управление мусульман Узбекистана будет транслировать в прямом эфире полное чтение Корана. Кроме того, верующим рекомендовано перечислять обязательную подать и пожертвования на счета благотворительных организаций. Я напомню, священный для мусульман месяц Рамазан начнется 24 апреля и продлится до 23 мая. Фетва, принятая Управлением мусульман Узбекистана, направлена на предотвращение распространения коронавируса. Сейчас в Узбекистане зарегистрированы 1214 заразившихся и, по прогнозам экспертов, пик эпидемии может наступить в мае. Власти Кыргызстана продлили режим чрезвычайного положения, но обещают сократить время комендантского часа. Сегодня эта ситуация обсуждалась в парламенте страны. Граждан попросили потерпеть и соблюдать жесткую дисциплину. Тем временем число заразившихся медиков в отдельных городах составляет больше 40% от общего числа больных. Сейчас на прямую связь из Бишкека вышла наш корреспондент Дарья Тимофеева. Дарья, добрый вечер. Сегодня в парламенте выступал президент страны. Рассказал ли он, какие еще меры могут предпринять власти? Привет, добрый вечер. Единственное, что понятно на данную минуту, что кыргызстанцы остаются в карантине до 30 апреля. Это решение сегодня утвердили в парламенте. И, следовательно, закрытыми остаются также большинство предприятий, фирм, учреждений. Если говорить о каких-то изменениях, то сокращается время комендантского часа на 2 часа. Теперь выходить на улицу на территориях, где введен режим ЧП, нельзя будет с 9 вечера до 6 утра. Еще одна интересная новость появилась сегодня в Оржской области. Там комендант запретил продавать спиртные напитки. Он говорит, что сейчас не время гулять и расслабляться, а нужно заботиться о здоровье семьи и обществе. Что касается выступления президента, то он сегодня выступил перед депутатами, отличался в заседании тем, что был единственный без маски, а вот в речи его ничего нового не прозвучало. Он повторил, что правительство обязуется выполнять все обязательства, выплатит во время пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам. И глава государства посчитал необходимым отметить, что решение о продлении карантина властям далось нелегко. С каждым днем растет число заболевших. Есть умершие. По данным экспертов, пик заболеваемости еще впереди. Вакцины от коронавируса еще нет. Единственный вариант сейчас — соблюдение гигиены и изоляции. Если мы сейчас отменим режим чрезвычайного положения, то весь труд медиков и всего общества не будет иметь смысла. Хотелось бы отметить, что сейчас однозначно в обществе растет и тревожность по поводу роста заболеваемости среди врачей. На отдельных территориях Кыргызстана эта цифра достигла уже 40% от общего числа инфицированных. В целом по республике каждый четвертый медик заразился из общего числа зараженных коронавирусом. Это медик. Также все больше поступают жалоб относительно того, что не хватает продовольственной помощи от государства. Люди пишут в соцсетях, обращаются в СМИ, говорят, что у них банально не осталось дома продуктов. И здесь на помощь приходят простые граждане, которые делают пожертвования. Социальную ответственность проявляет также и ряд бизнесменов. Несмотря на то, что правительство не оказывает им какой-то серьезной поддержки, они пытаются найти способы, чтобы откликнуться на просьбы нуждающихся. И вот несколько таких историй мы собрали в следующем материале. На время карантина модный тайский ресторан стал мини-складом. Его владелец и повар Сумсарбек сам занимается фасовкой продуктов. 60 пакетов с продовольствием и маломоющими средствами в эти выходные отправили нуждающимся кыргызстанцам. Это ненормально, что в 21 веке есть люди, у которых нет возможности даже поесть хлеба. Если я хочу жить в здоровом обществе, то нужно начинать с самих себя. Надежды на государство абсолютно никакой нет. Мы не питаем никаких иллюзий. Поэтому, подумав, мы решили, что 10% с продаж мы будем выделять на благотворительность. Идею клиенты поддержали. Кто-то не забирал сдачу при доставке, другие отправляли деньги или вещи. Понемногу сборы росли. Значительную сумму добавил сам бизнесмен. Но охватить всех просящих пока не удалось. Эти люди живут ежедневным заработком. Вот они заработали сегодня 800 сомов. 400 она дала ровно 50% за проживание в день. На 300 они что-то худо-бедно поели. 100 она сохранила на лекарства, на учебу детей. И все. Нет заработка, нет еды. У этих людей нет никаких накоплений. У них нет родственников. Мне писали в соцсетях, пусть уезжают к себе в деревню. Куда? А в деревне они что, будут воздухом питаться? Сумсарбек намерен помогать и дальше. Но признается, ресурсы ограничены. К маю, возможно, придется закрыть ресторан. Первоначально было желание сохранить хотя бы коллектив. Но из налоговой раздаются звонки с просьбой оплатить налоги. А еще есть невыплаченные кредиты. Что вы будете делать? Куда вы пойдете? На что мне ответили? Я все равно пойду искать работу. Я говорю, а как же болезнь? Как же вирус? Она говорит, я лучше умру от вируса, чем буду слышать голодный плач своих детей. Поэтому, опять же, я повторюсь, что это привилегия. Не каждый может себе позволить закупиться, сидеть дома. Цех, в котором раньше шили модную одежду и школьную форму, сегодня изготавливает защитные костюмы для медиков. К решению реорганизовать производство. Зафарбек пришел после массовых обращений врачей. Начались вот эти ужаснейшие спекуляции. Один там костюм, который вообще не соответствует никаким стандартам, стоит полторы тысячи часов. И всем известно, ну, все врачи на свои идеи, на свои средства пытались закупить костюмы, там, комбинезоны, там, маски, халаты, которые стоят очень дорого и плюс не соответствуют совсем никаким стандартам. Цель предпринимателей – предоставить максимально качественный, но при этом доступный продукт. После двухнедельных разговоров с чиновниками получили необходимые документы. Появились партнеры, сейчас трудоустроено более 200 человек. Деньги на материалы и оплату швеям собрали через краудфандинговые платформы. Есть фиксированная цена, это 75 сомов за пошив и 10 сомов за крон. В этом процессе пусть зарабатывает сам уязвимысл, это вот швей, да. И в остальной цепочке никто не должен зарабатывать. То есть там какой-то маржи сверху не должно быть, потому что это будет очень несправедливо по отношению вообще к краудфандингу. Медперсоналу костюмы достается бесплатно. За то, чтобы защита попала в нужные руки, отвечают волонтеры, которые объединились в народный штаб. Там же хранятся все отчеты о расходах пожертвований. Власти в этом процессе самоустранились. Их помощь ограничилась выдачей разрешительных документов для наладки пошива. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан. В Туркменистане выявлено как минимум 7 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие содержатся в отдельной палате карантинной зоны города Туркминабад. Об этом сообщает сайт Хроника Туркменистана. Он уточняет, что палата отгорожена от остальной зоны и имеет отдельный вход. А он оснащен отделением дезинфекции. Врачи, которые лечат больных, пользуются только этим входом. Анализы отправляют в бактериологическую лабораторию. При этом ранее тестирование проводили прямо в больницах. При лечении применяются вакцины от свиного гриппа, а также кислородные подушки. Медики утверждают, что медоборудование, которое поступило из России, распределено по регионам. Но жалуются, что вынуждены сами покупать маски и перчатки. Более надежных средств защиты у них нет. Отмечу, что власти Туркменистана по-прежнему настаивают на том, что заразившихся коронавирусом в стране нет. Тем временем в Ашхабаде и других регионах наблюдается дефицит продовольствия. Чтобы купить муку и масло, люди вынуждены с утра стоять в очередях. При этом в одни руки дают не более двух килограммов муки. Евросоюз предоставит Таджикистану 48 миллионов евро для снижения угроз пандемии. Ранее несколько стран уже оказали Душанбе поддержку. Правда, власти страны не отчитываются, куда именно идет эта помощь. При этом общественность сомневается, что деньги расходуются по назначению. С подробностями Анушервон Арипов. 48 миллионов евро от ЕС поступит в Таджикистан в виде гуманитарной помощи. Это 64 тонны средств индивидуальной защиты для медработников, дезинфицирующих препаратов и оборудования. В эту же сумму входят программы по обучению медиков, подготовка к дистанционному обучению на случай введения карантина в школах и информирование населения о мерах безопасности. Распределение гумпомощи будет осуществляться под непосредственным контролем представителей ЮНИСЕФ, говорят в детском фонде ООН. Такой контроль необходим, чтобы помощь действительно доходила до мест назначения. Мы работаем в партнерстве с Министерством здравоохранения. Мы физически присутствуем в больницах с персоналом. Мы не просто отдаем, а затем уходим. Мы сотрудничаем с Министерством 25 лет и продолжаем работу. С начала года Таджикистан получил гуманитарную помощь от многих стран и международных организаций. Все в рамках различных программ по реагированию на угрозу распространения коронавируса. Это продовольствие, медицинское оборудование, тестовые системы и просто деньги. Недавно Всемирный банк выделил 11 с лишним миллионов долларов, 3 миллиона из которых должны пойти нуждающимся. И хотя в Таджикистане официально коронавирус пока не нашли, власти все равно регулярно просят помощи у доноров. Мы используем время, пока оно есть, чтобы подготовиться к возможной эпидемии в стране. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к любому развитию событий. И наша помощь нацелена на самые уязвимые семьи в Таджикистане. По словам экономиста Саид Мухеддина Дустова, о справедливом и честном распределении речи не идет. Вместо того, чтобы раздавать помощь, власти ее продают населению. Поэтому прозрачность правительству не нужна. И как ни странно, информацию не требуют и сами доноры, говорит эксперт. На примере фиников, муки, масла. Всегда можно увидеть, что они появляются потом на рынке. О законном и справедливом распределении гуманитарной помощи в Таджикистане не может быть речи, как и в любой другой авторитарной и коррумпированной стране. Разве есть ли речь о гуманитарной помощи? На прошлой неделе в Минфине Таджикистана заявили, что поступившая помощь будет распределена прозрачно. Обещали даже отчитаться, но пока этого не произошло. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале Настоящего Время в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»